Новая канализационная насосная станция В соответствии с регламентом, перед тем, как вынести решение о финансировании, состоялось заседание бюджетной комиссии. В нем приняли участие председатель Совета депутатов Ленинского района Станислав Радченко и генеральный директор Видновского ПТО городского хозяйства Александр Митрякин. Именно он стал докладчиком по вопросу, познакомил депутатов с проектом КНС и озвучил схему расходов. Общая сумма, которую необходимо выделить из бюджета поселения, составляет 8 миллионов рублей. Понятно, не окончательная сумма. Сейчас мы это все отдаем в Центр торгов, когда будет уже сломка там проверяться, размещаем на площадке. И согласно 44-й федеральному закону это все будет разыгрываться. Значит, разыгрываться и выйдет на работу эта организация, которая представит самую важную, не надо рассказывать, особенности этих торгов, которые предложат наиболее выгодную для нас цену. Напомним, что всего неделю назад глава Ленинского района Валерий Венцель встречался с жителями микрорайона Завидное, где пообещал в ускоренном темпе решить проблему очистных сооружений. Для начала работ, а именно для создания проекта канализационно-насосной станции и были выделены бюджетные деньги. На работы по возведению КНС по предварительным расчетам требуется более значительное вложение – 50 миллионов. Планируется, что они будут предоставлены областью. Я обратился с просьбой к губернатору о том, чтобы нам помогли сфинансирование. Вот до 28 февраля стоит срок исполнения данного поручения губернаторам. Сразу после бюджетной комиссии состоялось внеочередное заседание Совета депутатов городского поселения Горки-Ленинские. На повестку вынесли единственный вопрос – о выделении денег на проектирование КНС. За положительное решение депутаты проголосовали единогласно. Я, собственно говоря, почувствовал немножко себя военным. Почему? Потому что никогда так быстро, оперативно не принимались решения и столь единым голосом, единой командой. Заседание прошло очень быстро, за что, собственно говоря, вообще спасибо Совету депутатов. Значит, они откликнулись на нашу просьбу и сделали мы это совместно, оперативно с ними. За что огромное спасибо. Долгое время не удавалось получить разрешение на использование земельного участка под возведение КНС по причине того, что недалеко от него должна была проходить дорога Солнцево-Бутово-Видное. Но проект трассы был изменен, разрешение получено и теперь проектирование, а затем и постройка объекта – дело ближайшей перспективы. А как вы относитесь к этому как раз событию? Нет, ну, конечно, хорошо, потому что я живу вот в этом доме прям, и мы надеемся, что все решится и мы будем дышать нормально. Если сделаю так, что не будет ниоткуда идти неприятный запах, то будет очень замечательно. Мы счастливы, мы рады. Нам дети уже дышали нормально, чтобы мы дышали, конечно. Планируется, что проект будет создан и пройдет государственную экспертизу в течение трех месяцев, после чего начнется строительство канализационной насосной станции. Татьяна Брулова, Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова